МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На прошедшем брифинге рассказали представители департамента по чрезвычайным ситуациям. Со слов спикера, на общем фоне температурных изменений обстановка в области стабильная. В регионе насчитывается более 400 гидротехнических сооружений, на которых также ведется постоянный мониторинг уровня воды. Наряду с угрозой затопления, пожары и случаи отравления угарным газом также находятся под особым контролем службы ЧАЭС. Во избежание трагедии жители региона должны соблюдать правила пожарной безопасности, резюмировал докладчик. Помимо СМС-оповещения посредством сотовых сетей, большую популярность набирает приложение Дармен. Для его установки достаточно скачать его на свой гаджет. Неизменным остается номер спасательной службы 112, на который в случае острой необходимости жители региона могут обратиться за помощью в любое время суток. В данный момент у нас было определено 41 участок поводка опасного. По последней информации у нас одно гидротехническое сооружение уже переведено в безопасное состояние. Начиная с республиканской команды штабных учений у нас проводятся примитивные мероприятия. Это очищаются арки от мусора, где идут прорывы, это домбование и так далее. Работы проводятся. В данный момент планируется обход всего поводка опасного участка по области. Почти на 18% снизилось количество преступлений в Талкургане в прошлом году по сравнению с 2018 годом. Об этом рассказал начальник управления полиции областного центра Аскар Нурсапа на заседании в городском Акимате. Таким образом, основную массу от числа зарегистрированных преступлений по городу составляют кражи. Это около 2000 фактов. Уменьшилось количество краж квартир, скота, сотовых телефонов и транспортных средств. Соответственно, улучшена раскрываемость в фактах разбоев, причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, хулиганства и вымогательства. Большую роль в этом сыграли камеры видеонаблюдения. Благодаря ним раскрыто 239 преступлений и пресечено около 15 тысяч административных правонарушений. В этом году обещали поставить еще 500 камер от Акиматовой области. Сейчас проводится экспертиза. Мы уже места определили, где более наиболее нам нужны камеры. Также мы сейчас проводим сход населения по дворам, по безопасным дворам. Уже мы сейчас сегодня в КСК встречались, хотим в этажные дома с людьми переговорить. Есть фирмы у нас в городе, которые готовы бесплатно поставить камеры. Единственное, как коммунальную услугу, чтобы по 300 тенге, каждая квартира платила. И везде подъезды поставить камеры. Продолжаем выпуск. Порядка 5 миллионов тенге поступило в казну государства за время проведения акции Борышкер. Добиться такого результата за столь короткий срок, по словам организатора Фрейда, им довелось благодаря сознательности граждан. Примечательно, что большинство должников производили оплату через сотовые телефоны посредством установленных приложений. Напомним, данные мероприятия направлены на работу с лицами, не исполняющими обязательства по выплате долгов, будь то алименты, банковские суды, штрафы за нарушение ПДД и другое. Помимо истребования задолженности, с гражданами ведется также разъяснительная работа. За время проведения рейда остановлено более 300 автомобилей. На спецавтостоянку выдворено порядка 20 машин. К слову, акция Борышкер будет периодически проводиться на протяжении всего года. Рейдовое мероприятие Борышкер проводится с 8 по 16 февраля совместно с Департаментом юстиции, Департаментом полиции и Департаментом государственных доходов с участием региональной палаты Алматинской области частных судебных исполнителей. В Алматинской области на сегодняшний день установлено 4 экипажа. Два экипажа в Сталокурганском регионе, два экипажа в Алматинском регионе, на республиканских трассах. Подобные акции хороши тем, что стимулирует граждан вовремя и своевременно оплачивать долги и задолженности. Я вот проезжая мимо, сам остановился, чтобы узнать, есть ли у меня штраф или задолженности. Проверили по базе, никаких штрафов и задолженностей у меня нет. Так что проезжающие можете, если у вас есть желание, можете остановиться, сами убедиться в том, что ничего противозаконного не происходит. Пока помним, мы живем. Чествование дня вывода войск из Афганистана прошло в Алматинской областной универсальной библиотеке имени Сакена Сифулина. Наши земляки, воины-афганцы, Геннадий Тарханов, Хайрат Жанабаев, Иркен Иргужанов поделились воспоминаниями о событиях той кровавой войны с подрастающим поколением. В свою очередь, талантливая молодежь Талдыкурганского дворца школьников прочла стихотворные композиции на тему воинской доблести и мужества. А вокалисты Алматинской областной филармонии имени Суинбая представили музыкальные номера в память об афганской войне. Презентация книжной выставки «Огненное пламя Афганистана» завершила памятное мероприятие. Наша главная цель – это воспитание нашего подрастающего в духе нашего казахстанского патриотизма. Я думаю, что наше поколение будет достойными продолжателями делу наших отцов и дедов, ветеранов Великой Отечественной войны. Волонтеры спешат на помощь. Добровольцы ЖТСУского государственного университета помогают пенсионерам по хозяйству в областном центре. На этот раз руку помощи клуб «Айала» протянул 71-летний Ниня Никифировой. Какие еще проекты реализуют волонтеры области, расскажет Тамир Анитов. 72-летняя пенсионерка Нина Никифорова живет одна. Супруг ушел из жизни два года назад. Дочь живет в Алматы. Все дела по дому ложатся на хрупкие плечи пожилой женщины. К сожалению, годы не щадят никого. Заниматься домашними делами все труднее. Впрочем, сегодня пенсионерка может отдохнуть спокойно. К ней на помощь пришли волонтеры. Вот у меня через пять дней день рождения. Вот девочки, конечно, приятно. Немножко наведут порядок. Это же с это... Большое им спасибо. Живу одна. Я инвалид детства. Третья группа у меня. Дочь есть, дочь живет в Алматы. Ну, раз в месяц. Тоже ж они работают с это самое. Дочь на двух работах у меня работает. Как вы видите, работы по хозяйству предостаточно. Если девочки моют посуду и убирают по дому, то парни очищают территорию от снега и мусора, колют дрова и дробят уголь. Энергичная молодежь управилась работой всего за час. Это не одноразовая акция, говорят волонтеры, и будут навещать пенсионерку, а также других нуждающихся регулярно. Нам очень приятно оказывать помощь людям. Пенсионеры уже не в том возрасте, чтобы справляться с делами, как раньше. Сегодня мы подмели дом, помыли посуду и сервант. Она нас отблагодарила. Мы получили ее благословение. Идти в ногу со временем воспитанникам детского дома Айналаин помогают волонтеры ЖГУ. Добровольцы обучают детей английскому языку. К тому же для студентов это хорошая практика преподавательства. Занятия проводятся 2-3 раза в неделю. Я учусь на втором курсе Житовского государственного университета. И я очень рада преподавать им английский язык. До этого мы изучали его в школе. И я ходила на дополнительные курсы. И дети очень способны. Они узнают уже грамматику, новые слова, цвета, цифры. Мы проходили на различные темы. Например, мы сегодня проходили темы билдингс, комнаты. На сегодня в детском доме в 8 группах воспитываются 94 ребенка. По словам администрации учреждения, для них созданы все условия. Стоит отметить, в 2019 году 10 ребятишек вернулись в семью. В этом уже один ребенок. Большую пользу волонтеры приносят и в организации различных мероприятий. Так добровольцы клуба «Робо-Зет» помогают отделу робототехники и мехатроники ЖГУ в подготовке к областной олимпиаде. Конкурс пройдет в мае. В нем примут участие самые одаренные школьники региона. Волонтеры помогают сотрудникам лаборатории создать трассы для робогонок. Для этой олимпиады мы как раз таки привлекли нашу группу «Робо-Зет», это волонтеры именно нашей лаборатории. Они помогают нам устраивать, организовать эту олимпиаду, помогают нам сделать трассу для этой олимпиады, помогают нам с правилами, с регламентом и вообще непосильную помощь нам оказывают. Основной деятельностью, что мы здесь занимаемся, это мы в основном обучаем студентов новейшим технологиям, учим их программировать, учим проектировать, учим моделированию, 3D-моделированию, учим пользоваться новыми технологиями, такими как 3D-принтер, адаптивные технологии. Добавим, волонтерский клуб на базе ЖДУ работает порядка 9 лет, имеются 13 различных кружков, работают по различным направлениям. Всего в них состоит 81 человек. Почти 21 градусов по Цельсию был зарегистрирован в Антарктиде бразильскими исследователями, работающими на одной из научных станций, расположенных на континенте. Так высоко температуры еще не поднимались, и рекорд, державшийся почти 40 лет, побит. В январе 1982 года термометр показал плюс 19,8 градусов. Предполагается, что цифры этого года должны быть еще подтверждены синоптиками из Всемирной метеорологической организации. Но и сейчас эксперты, основываясь на наблюдениях, утверждают, что в сравнении с той индустриальной эпохой температуры в Антарктике повысились на 3 градуса. Они добавляют, что этот феномен есть вследствие изменения климата и подчеркивают, что текущая ситуация далека от нормальной. В Подмосковье задержан финансист группировки ИГИЛ, который перечислил боевикам более 25 миллионов рублей. Кадры спецоперации обнародовало ФСБ России. Как уточняется, мужчина, организовавший сбор и перевод средств террористам, состоял в законспирированной ячейке. В ходе обысков у него дома силовики обнаружили несколько телефонов, банковских карт и различные документы, подтверждающие финансовые операции. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. В 2019 году число очень богатых людей в мире увеличилось на 10% и достигло 2 миллионов 700 тысяч. Общая стоимость их состояний также выросла на 10% и достигла свыше 26 триллионов долларов США, свидетельствует данная компания WheelsX. По словам экспертов, важной движущей силой глобального роста благосостояния стала переориентация к политике крупных центральных банков на денежно-кредитное стимулирование. Больше всего богатых людей проживают в США и Китае. Далее следует Япония, Германия и Франция. К другим темам. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Жители Алматинской области наконец смогли увидеть отрывок из жизни великого поэта казахских степей Воочи. Впервые в Драматическом театре имени Бекен Римовой по одноименному роману Мухтара Уэзова прошел спектакль Абай. Зал, рассчитанный на 500 мест, был заполнен полностью. Спектакль, приуроченный к юбилею великого поэта, мыслителя и философа Абая Кунанбаева, прошел с аншлагом. Специально для постановки творения Мухтара Уэзова из города Шимкент был приглашен широко известный в театральных кругах режиссер-постановщик Куанды Касымов. По его словам, особенность этой премьеры состоит в том, что Абай Кунанбаеву будет показан в новом современном образе. Я думаю, что сегодня Талгурганский театр, Алматийский областной театр Бекен Римова создаст другое совсем, может быть, состояние, которое никто, может быть, не будет ожидать. А вот сейчас мы хотим это сделать для современного зрителя, который должен понять, особенно молодежь. Спектакль Абай уже восьмой десяток на сцене. Впервые его поставил легендарный режиссер Аскар Токпанов. Однако в этом году, по утверждению руководителя областного театра, по всей республике именно театралы нашего региона смогут первыми лицезреть эту театральную постановку. Я могу с гордостью сказать, что среди всех театров Казахстана наш Талгурганский театр самыми первыми презентует спектакль, приуроченный к 175-летию Абая. Конечно, постановка идет уже не первый год, но режиссер-постановщик постарался внести в этот раз свою изюминку. К слову, в постановке о нелегкой жизни великого Абая были задействованы 35 артистов. Нужно отдать должное актерской труппе, которая смогла раскрыть философское содержание жизни поэта и трагические судьбы персонажей. После окончания представления, которое продлилось более полутора часа, зрители аплодировали стоя. Премьера состоялась на бис. Айнур Мирханова, Абзал Нусипов, телеканал Житсу, Талгурган. Подведены итоги конкурса чтецов «Ортак Абай», посвященных 175-летию великого казахского мыслителя. Участниками интеллектуального соревнования стали представители более 30 этносов Алматинской области. Они соседались в чтении отрывков из литературных произведений Абая Кунамбаева. По итогам конкурса гран-при удостоилась Сульфира Маисмелиева. Первое место заняла Екатерина Подгорнова. Следом расположилась Анжела Крылова. Данное мероприятие еще раз доказало, что интерес к творчеству великого поэта растет, говорят организаторы. Всем победителям и призерам вручены дипломы и денежные сертификаты. Я знакома с творчеством Абая, начиная с пятого класса. На сегодняшний день знаю наизусть около 40 его произведений. Я проникла с интересом к нему, с любовью читая все его стихотворения и слова на путстве, так как они носят поучительно-воспитательный характер. Представители Талдыкурганского высшего политехнического колледжа поддержали челлендж в честь 175-летия Абая Кунамбаева. Свыше 160 учеников и преподавателей одновременно спели песни великого Абая Кузымнан-Хараса. Эстафету передают политехническому колледжу города Нур-Султан. Отметим, подобный челлендж обрел массовый характер еще в прошлом году и продолжается в этом, в честь 175-летия. Пропаганда трудов Абая – одна из главных философских направлений нашего народа, отмечают специалисты. Мы педагоги системы технического профессионального образования будем дальше развивать, и наше наследие великого Абая будет всегда отражаться в наших учениях, воспитаниях и передаче знаний и умений нашим студентам. Доступный музей. Передвижную выставку Алтана Адама Гассар-Тариха организовал историко-краеведческий музей имени Танашпаева в областном интернате для детей с нарушениями слуха. Ее задача – создание доступной среды для людей с особенностями, пропаганда ценностей нашего края, возрождение духовного богатства через ознакомление подрастающего поколения с историческими экспонатами земли ЖТСУ. Керамические кувшины, предметы эпохи бронзы, чаши, котлы, кинжалы и зеркала, а также копия «Золотого человека» стали проводниками в историческое прошлое для воспитанников школы-интерната. Экскурсия по выставке сопровождалась переводом на казахский жестовый язык. Наши дети часто гости именно в музей Танашпаева. И вот они сегодня пришли к нам своими экспонантами. Наши дети с ними знакомы, потому что они проходят предметы истории. И чтобы лучше ознакомиться, мы попросили сотрудников, чтобы они сделали выездной, чтобы вся школа посмотрела, какие исторические находки найдены на нашей земле, на земле Семеречья. 11 команд из разных районов Семеречья и города Алматы принимают участие в открытом чемпионате Алматинской области по вольной борьбе. На этот раз победителя выявят в официальном командном зачете. Соревнование стартовало в Кирблакском районе и продлятся три дня. Состязание приурочено к 75-летию победы Великой Отечественной войны. Подробности у Алексея Цоя. В спортивном комплексе районного центра Кирблакского района собрались борцы вольного стиля с большими намерениями. Помимо Малой Родины, они защищают честь своих клубов и спортивных школ. Есть на кого равняться. На торжественной церемонии открытия спортсменов приветствовал бывший капитан команды сборной Казахстана, бронзовый призер чемпионата мира и неоднократный призер азиатских игр Даурен Жумагазиев. В будущем эти дети станут чемпионами мира и олимпийских игр. Они показывают очень хорошие и красивые поединки. Здесь столько спортивных школ, и в каждой из них есть талантливые парни. Разделили их на три подгруппы. Ковер выявит сильнейшего. Хочу пожелать подрастающему поколению высоких достижений. В вольной борьбе, кроме физических данных, важна стойкость духа и стальной характер. Не обходится и без мастерства. И чем сложнее прием, тем больше начисляют очков. За простой два, технически четыре. А если исполнить трюк идеально, можно заработать и пять баллов. И такие приемы борцы демонстрируют практически в каждом поединке. Хорошую технику показал Алишер Жолдаспай. Весовой категории 68 килограммов. Воспитанник республиканской школы-интернат для одаренных в спорте детей Шанарак. Первого соперника победил досрочно с разгромным счетом. По словам организаторов, данный турнир – отличная обкатка спортсменов перед более крупными стартами. На носу уже грядет чемпионат Казахстана, который пройдет в марте в Павлодаре. И вполне вероятно, что соперники вновь встретятся на ковре, но уже на другой арене. Алексей Цоя, Сидюсимбек, Тельканожетэсу, Кирбулагский район. Такова информационная картина дня. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова